здравствуйте дамы и господа это второй ролик о таком вот довольно коротком рисунке и хотелось бы сегодня сказать вот о чем что безусловно нам в нашей учебной жизни в том еще и контекст не только что мы осваиваем рисунок но и в том что он потом все равно всю жизнь продолжаем этот рисунок открывает для себя заново и осваивает что-то то есть вся жизнь учеба нам конечно с каждым годом вот такие вот короткие рисунки станут становятся до все более актуально это связано с тем что мы с одной стороны конечно же мы постепенно научаемся в коротком рисунке больше успеть вложить что само собой да понятно то есть он постепенно становится более емким один момент второй момент то что мы успеваем получается в коротком рисунке как бы прожить как бы задание самого основного если мы первое время мы начали рисунка нам сложно да мы в общем-то когда долго мучаемся нам как-то удается там более-менее с ошибками побороться и так далее но постепенно неизбежно всех нас происходит момент что мы за короткий за первые где-то полчаса час рисунка успеваем вложить больше с каждым годом это не отменяет конечно наличие ошибок там своих косяков и так далее но тем не менее с одной стороны а с другой стороны времени на становится меньше и ценность коротких рисунков для нас повышается потому что мы простите успеваем соответственно таких рисунков либо сделать больше да что мять как но вот сколько ты можешь за год сделать длительных рисунков фигуры в одежде наверное по пальцам пересчитать на таких на несколько сеансов а иногда мы не только успеваем сделать больше рисунков а просто успеваем стены делом короткие успеваем порисовать если мы будем делать длительные то у нас просто возможности не будет таких вот и вот исходя из этих соображений конечно же нам короткие рисунки становятся важны короткие рисунки я думаю что могут быть и ориентированные больше на тон но все-таки что касается фигуры человека мне кажется что более приоритетны все-таки вот короткие рисунки такого плана условно наверно очень условно можно сказать линейные конструктивные хотя мы тут не можем сказать что мы как-то особенно утрированно показывать конструкцию на скорее мы можем говорить о том что рисунок линейные со светотенью достаточно условный и достаточно легкой светотенью ради объема в каком смысле можем сказать что просто большой набросок на здоровый набросок с достаточно легкой условный светотень вот так вот получается так что именно в такой форме рисунки да мы можем себе позволить сделать их больше поэтому я думаю что нужно наверное когда время начинает поджимать да когда какие-то сложности то далее не забывать что в принципе можно под собраться и там за вечер за сеанс да иногда даже меньше сделать такой вот рисунок вот это вот один момент второе мы с вами в самом начале мы задавали движение да но очень важно нам не забывать о нем на него смотреть и ближе к концу рисунок то есть мы как бы внешне это может выглядеть то что мы какие-то детали намечаем да и так далее то что тут окружение какое-то но на самом деле мы все равно должны на то как это смотрится в целом все равно поглядывать с поправкой конечно на то что к сожалению мы привыкаем то есть мы перестаем воспринимать свою работу адекватно в общем то все и достаточно быстро поэтому нужно стараться делать как бы некоторые перерывчики если есть такая возможность да то есть если если работу планируется до потом продолжать то очень важно конечно это наличие перерывов но они неизбежно возникают да если по сеансы когда не с утра до вечера да допустим порисовали потом скорее все не на следующий день через неделю чаще всего ну и наверное размер вот сейчас ведь у нас размер такой да ну ну в общем то может быть и поменьше конечно раз в два вот тут надо смотреть на момент удобства вот потому что чем рисунок крупнее тем класснее что то что появляется возможность как бы размахнуться да то есть размахнись плечо да как бы некую такую вот почувствовать размерчик если вам было бы еще больше то еще можно было больше почувствовать да с одной стороны с другой стороны конечно трудность том что чем больше рисунок тем тем менее адекватно мы его воспринимаем чем меньше рисунок тем лучше нам видны ошибки вот поэтому соответственно желательно не делать разного размера для того чтобы мы как бы могли на себе прочувствовать весь спектр побольше и поменьше ну вот увидите что там на руке видите мы усиление у нас идет там не форму поворачивает да то есть мы кого внешне вроде как там даже как-то и на складки какие-то намеки там чуть-чуть дали хотя совсем немного да но в основном у нас усиление тона там где поворачивает форму естественно что нужно там где эти повороты происходят более-менее себе это представляет каким образом мы это умение к нам приходит в основном через созерцание чужих рисунков вот поэтому я думаю что в данном случае конечно рисунки строгановской школы и соответственно штиглица до бывшей мухинки это конечно так сказать в помощь в этом контексте данные нужны много созерцать именно если говорить именно вот о рисунке идущим именно от формы и так немножко даем светотень ради объема в это время надо еще смотреть чтобы у нас он не стал дробным на дробным рисунок обычно является из-за того что возникает много одинаковых похожих мест много одинаковых похожих кусочков то есть тут показали форма там показали форму и все в целом одинаковыми тональностями и таким образом на работе набирается множество похожих этих одинаковых небольших кусочков ну и в целом во первых все дробно во вторых все монотонно а Желательно, чтобы, конечно, все равно работа группировалась в крупные куски темного и светлого. Это, конечно, очень актуально больше в живописном рисунке, в тональном, да, сильно тональном, идущем от пятна, от тона. Но, на самом деле, и в таком более линейном, конструктивном, если вам условно можно так сказать, ну, все-таки тоже актуально. При том, что, конечно, общая легкость должна сохраниться у нас в таком рисунке. Вот, но при этом надо смотреть, если мы что-то покрасили. Ну, вот, например, у нас сейчас вот тень между руками на корпусе, на дальней руке, на штанах, там вот более темный участок. Они, в целом, можно сказать, что они формируют одно большое крупное пятно. И дальняя нога, вот кусочек дальней ноги там под руками, да, между ближней ногой и топором, он тоже темнеет. То есть, все это, можно сказать, в крупное пятно группируется, и вверх оно продолжается в лицо и в шапку. То есть, получается, вот одно такое, как бы, длинное зигзагообразное крупное пятно. А, допустим, ближняя нога светлая, плечо ближнее светлое, большей частью, да, это тоже, как бы, ну, крупное светлое пятно. Дальше надо смотреть. Потому что иначе возникает, знаете, такое желание. Ой, я здесь вот немножко показал, объем стал лучше. Давайте я еще здесь улучшу, еще здесь улучшу, еще здесь улучшу, тут улучшу. И в конечном итоге все одно и то же. Вот, поэтому надо смотреть, чтобы работа наша не становилась пестрой. Одновременно с этим монотонной, да, из-за того, что множество одинаково в кусочках. Вот, но это означает, что нужно отходить там, да, то есть, на самом деле, просто так вот штриховать, как я сейчас делаю на ролике, не отходя, да, это вот лучше так не делать. Где-то линии можно усилить, да, но желательно, чтобы линии не усиливались одинаково, поэтому линии мы стараемся вести пальцами, да. В принципе, если мы делаем регулярные наброски, то более-менее должно получаться, и, соответственно, линии вести пальцами, чтобы они были живые, да. Когда мы их проводим, то вот где-то все равно автоматически получается нажим где-то усиливается, да, и таким образом линии становятся живыми. Вот, ну, конечно, тут последние какие-то минутки, да, надо посмотреть целиком, да, посмотреть в целом стараться. Где-то мы усиливаем, и вот надо смотреть, чтобы большая форма работала, да, чтобы не просто механически, ой, там кусочек, я его сейчас усиливаю, там еще кусочек, а как за счет нашего некоторого усиления большие формы формируются. Вот это вот важно. Большие планы, да, большие, соответственно, плоскости, да. Ну, какие-то подробности немножко, то есть подробности, конечно, делают более интересным рисунок, но с другой стороны, не должно быть большого количества подробностей. То есть подробности надо брать какие-то только самые характерные, самые такие, минимально, но бросающиеся в глаза. Минимально по количеству, но вот самые характерные, бросающиеся в глаза. Вот, смотреть как фигура, да, вот ощущение от фигуры, вот с самого начала и до самого конца, как ощущение от фигуры, что вот как она работает, да. Это не просто как работают кусочки, а именно как работает фигура в целом. Это момент очень важный, и первое время очень сложно на это переключиться, на это восприятие, потому что начинаются всякие разговоры, типа, «А я не понимаю, что это такое, а вы мне скажите, где мне подкрасить там, или что мне почитать, или какую конкретную часть сделать». Нет, это именно вот твое ощущение от фигуры, да, твое ощущение от фигуры в целом, как она работает. Вот это вот важно. По сути, мы можем сказать, что по-хорошему нам ведь с самого начала нашего обучения рассказывается все самое основное. Ну, со мной, по крайней мере, было так, но на что же уходит время, да, на то, чтобы научиться это применять. И на то, чтобы осознать то, что рассказывается, то есть его пропустить через себя, как бы ощутить. Это не какой-то момент пафосный, да, там, или, так сказать, а это именно, ну, это реальность, да, это вот, это практика, вот оно вот так. Вот, ну, вот как-то так примерно оно сейчас. Получается, ну, немножко, конечно, монотонный. Ну, какие-то части, да, там от колена немножко, чуть по объему не становится. Прошу прощения. Где-то вытираем, да, чтобы было, как бы отрисовать, вернее, вернуть, может быть, где-то еще и яркость. Да, былую. А штрих, конечно, ну, местами по форме, только, единственное, что мне больше нравится его вертикально запускать, и, соответственно, вот все его изгибы по форме, они применительно к вертикальному штриху, как вертикальные линии, как бы стекали бы, условно говоря, с фигуры. Ну, немножко, если штаны там пригасить, то руки, видите, выделяются от этого. Если еще пригасить, да, тут у нас, как бы, руки, видите, они... То есть, тончик-то, в принципе, достаточно легкий. Но в сочетании с линией, да, с обводкой, как бы, некоторой, да, но обводка должна быть не механическая, да. Должно быть именно обрисовывание, оно должно быть живое, с живыми линиями, вот. И получается так, что, давая легкий тон, вот, сочетание именно с линией, с обрисом, да, оно, в принципе, дает достаточно необходимый контраст. Достаточно дает, задает его, достаточно задает. Ну, какую-то тень можно, да, задать. Видите, тут перпендикулярно доскам, да, чтобы, как бы, плоскость... Плечо, в принципе, вперед выходит более-менее, то есть, его можно, в общем-то, поактивнее, конечно, чтобы оно выдвигалось. Но, фон дает среду, да, то есть, наличие чего-то дает ощущение, что объект находится в среде. Несмотря на условную тональность, но, тем не менее, некое ощущение среды, оно, как бы, возникает. Ну, так, в принципе, нормально. Нет, не в том смысле, что... Рисунок хороший, а... В том смысле, что вроде как, вот, удалось более-менее, в целом, ее, как бы, охватить, да, фигуру. Так, из недостатков, конечно, мне немножко... Кажется, очень манерный передняя голень, такая, знаете, такой вот характерный изгиб, как бы, ну, в общем-то, наверное, надо было бы сделать чуть-чуть поспокойнее. То есть, как бы, он скорее основную, как бы, мысль показывает, как голень должна изгибаться, но, тем не менее, как бы, вот, был бы, если бы он был бы поспокойнее, вот этот изгиб, да, был бы, оно как-то... В этом плане было бы получше. Будет у нас по этой постановке... Еще, по-моему, рисунок на крафте должен быть. С угольным белым карандашом, если не изменить память. То есть, и видео по живописное, да, то есть, еще фильм, как бы, о живописи этой постановке. Вот, наверное, попытаемся, как бы, выложить, наверное, вдогонку, особо не затягивая. Вот, ну, вот такой, какой-то такой вот рисуночек, да. Да, то есть, попытка, как бы, взять движение, да, и затем, как бы, ухватывая характерные движения отдельных конечностей и торса, движение фигуры за счет этого еще, как бы, задать, да, и обрисовывая конкретные формы характерные, еще движение фигуры за счет этого, как бы, вот, не потерять, да. Чтобы не было такого, чтобы мы части срисовали, движение у нас ушло, вот, вот, к этому, как бы, нам нужно стремиться, да. Вот, ну, что же, спасибо вам, дамы и господа, простите за кашель, все-таки, все равно приходится, как бы, мне кажется, что-то монтировать, хочется и какие-то ролики выкладывать, вот, надеюсь, в следующий раз буду здоровее. Вот это вот наш проект ВКонтакте, такой, по-своему, может быть, интересен кому-то, а это наша группа ВКонтакте давнишняя, где много полезной информации, а это мои координаты. Хороших вам рисунков, дамы и господа, до новых встреч!